Чемпионат России Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добрый вечер! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Неразбериха сейчас в рядах спортсменок и стоит с другой командой. Как следствие длительный розыгрыш. Купинская нападающая не смогла давить тройной блок. Не будет блока сейчас. Просто перебрасывает мяч ленинградский Санкт-Петербурга. Волейболисты Санкт-Петербурга, извините. Не удалось довести мяч как следует Екатерине Романенко. Сумбур некий творится сейчас на площадке. Вот есть возможность для того, чтобы заработать очко. Нет, не будет атаки. И Наталья Непомнящих играет первым темпом со своим центральным игроком. Решили с первых минут волейболистки разжечь зрителей. Зажечь их сердца волейболом. Таким искрометным, если можно так сказать. Длительный розыгрыш. Победа осталась за Санкт-Петербургом. 3-3. Да, череда недоводок и несогласованных действий между связующими и нападающими привела к тому, что мяч долго держался в воздухе, чем, несомненно, радовал зрителей. И тут же эйс от Риньери. 4-3. Ленинградка выходит вперед и Риньери идет подавать. Опытный игрок. В прошлом звезда итальянского волейбола, звезда итальянской сборки, Клаудия Риньери. Не первый год она уже выступает в Санкт-Петербурге. В свое время Клаудия очень много и успешно выступала за сборную Италию, добилась с ними огромных успехов. Сейчас выступает за Санкт-Петербург. На подаче Ирина Хметисова 4-4. Петрова продолжает по линии атаковать. Мне кажется, надо перестроить блокирование. Из 4-х ударов, что она сделала, все были по линии. Из 4-й и 2-й зоны, да. Тут нужно перестраиваться, если хотят заблокировать. Либо нужно посадить защитника. Я думаю, что сейчас будет незамедлительно сделано. Хороший удар на двойном блоке Марины Дибровой. Счет сравнивается опять 5. Нападача Наталья Малых, номер 8. Не удается пока ни одной из команд оторваться вперед. Счет равный. Равная борьба. Три блока заречья. Не помеха для кубинской нападающей. Теперь доигровка Натальи Малых. Заступ. Заступ. Атака игрока задней линии. Зоны нападения фиксирует арбитр. И на подачу выходит Екатерина Петрова, номер 7. 93-го года рождения. Это спортсменка. 193 сантиметра ее рот. Ольга Ефимова сейчас решила взять на себя ответственность для этого розыгрыша. И как часто водится у связующих игроков, когда они начинают нападать. Не все получилось у нее. 7-5. 7-5. Впереди Ленинградка. Впереди Ленинградка продолжает подавать Екатерина Петрова. Начало партии подают волейболистки Санкт-Петербурга в Ирину Воронкову. 6-7. Хорошая комбинация. Забег или фаст сейчас сыграла Екатерина Ефимова. От рук блокирующих мяч улетел в аут. 6-7. И Марина Деброва выходит на подачу. А у Санкт-Петербурга не получается. Аналогичная комбинация. Мяч после атаки уходит в аут. Не касается рук блокирующих. Екатерина Ефимова продолжает подавать. Выбитый прием. Тройной блок на пайпе. Романенко достает в защите. И на технику сейчас сыграла Ирина Воронкова. Не разобралась в защите Риньери. И мяч от ее рук упал в площадку. 8-7. Первый технический тайм-аут. Все, без проблем. Все нормально. Но на короткий мяч, на короткий мяч. Лучше, если бы мы еще метр туда, туда уже тыкну к аши. Короткий, если играть в центре сетки. Но у антенны это не надо делать. Потому что там не взорваться, блок прикрывает основное направление. Третья, убирай ее как можно шире. Чтобы она была по линии, и в четвертый, и тоже как можно шире. И хотел от прозонову защитить. Здесь пойдет в прозонову, и я почти просто аккуратно. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Играть в защите, нормально. Давай, давай. Да нет, спокойно, спокойно защитить. Хорошо. Набираем, убираем место. Третья, наверное, обеют команду. Проводят корректировку действий своих подопечных. Александр Кашин сейчас призывал своего связующего, своего связующего игрока. Как можно шире пасовать Петровой, чтобы она использовала свое основное направление, линию, то, о чем говорил Петр Федрак. Потому что, видимо, это ее коронка. Петра нападающая играет, она со всем тем нападает по линии. Тем временем Деброва подает в сетку, и счет сравнивается 8-8. Я вас дезориентировал немного, уважаемые зрители. Матч сегодняшнего тура «Динамо-Краснодар-Уралочка» пройдет 17 февраля. Не сегодня, а 17 февраля в Краснодаре. В 17.30 по московскому времени состоится эта игра. Хорошая подача, очень силовая, резкая, низкая над сеткой. Редко такую виду в женском волейболе. Кубинская нападающая. Санкт-Петербург, Сантос, Ребекка Янелис, 1986 года, 82 сантиметра. Рост представителя «Острова Свободы». Как и большинство кубинских волейболистов и волейболистов, прыгает она прилично, поэтому то, что она не особо высокая, и не скажешь, потому что она прыгает очень хорошо. И при этом техника приближена к мужской, что очень часто бывает у бразильских и у кубинских волейболистов. 9-9, Екатерина Ефимова на подачу. Не будет первого темпа, высокая передача, двойной блок. Не удела сейчас атака и контратака. Взречи теперь Марина Деброва. Атакует задней линией с первой зоны. Не получилась сейчас атака у кубинской нападающей Янелис Ребекки. 10-9 впереди. Заречи продолжает подавать Екатерина Ефимова. Вот нам показ Клава Дюриньери сейчас была на ваших экранах. Итальянская волейболистка, выступающая за Ленинград. Пока мы видим такая довольно вязкая игра, изобилующая неточностями и ошибками на подаче. А на подачу в команде Ленинградка выходит Полякова Екатерина, номер 14. Счет равный 10-10 первая партия. В Казани первый технический перерыв принес нам счет 9-6 в пользу волейболисток из Татарстана. Напомню, там идет первая партия. Встречается команда Динамо Казань, Динамо Москва. Основной матч сегодняшнего тура. А тем временем Ирина Воронкова отлично атакует по направлению из 4 по 4. Вот видите на ваших экранах. Это очень сложный для обработки элемент в защите. Затруднили подачу волейболистки Заречья. Хороший блок, но мяч отскочил в аут. Слишком глубоко перенесло руки. Силовая атака очень мощно нападала. Восьмой номер Ильери. Мяч отблоков ушел в аут. 11-11 на подаче связующий игрок Ленинградки, не помнящих Наталья. Быстро темповая передача в 4. Удалось обработать мяч в защите. 12-11. И отправляется подавать Ирина Воронкова. В прошлой игре Ирина отказалась от своей основной подачи. От подачи в прыжке перешла на флот. Посмотрим, что сейчас, что вот в этот раз. Да, решила попробовать. Неплохая подача. Атака в 4. И вот мы видим опять Петрова и опять по линии. С этим нужно что-то делать, потому что она регулярно приносит очки из 4 или из 5 атак. Она, по-моему, добила все. Один оставила в игре, по-моему. Основная забойщица. Что в этой ситуации, Петр, надо делать? Закрывать линию или все-таки пытаться от защиты играть? Я бы старался закрыть на блоке. Я бы закрыл линию, потому как сложно обрабатывается такой мяч в линии. Проще, мне кажется, закрыть на блоке. Но я думаю, что Вадим Анатольевич сейчас сделает нужные коррективы. Стараются подавать одинцовские волейболистки в кубинскую нападающую. Девятый номер. Леонелис Ребеку. Амалык тем временем обводящим ударом забивает мяч в площадку. 14-12. Немного отрываются волейболистки за речи. Ирина Фетисова номер 13 подает. Не будет первого темпа. Передача в вторую зону. И опять по линии. Да, опять по линии. Вот уже мы слышим, Вадим Анатольевич Панков требует от своих блокирующих держать линию. Видимо, была все-таки установка закрыть линию. Но пока не удается справиться с этой нападающей. Ирина Воронкова на приеме. Первый темп спереди. Хорошо Екатерина Ефимова. Несильным ударом. Но не готов был блок ленинградки. 15-13. Сохраняется и перевес два очка. Наталья Малых отправляется подавать. Посмотрим, куда будет подавать Наталья. Потому что подача периодически меняет направление. Опять принимает Рениери. Выбитый мяч, переброшенный двумя руками. Сыграла в защите непомнящих. Опять накат. Ефимова пасует повторно. И опять мяч на стороне Заречья. Не могут никак добить мяч. Ирина Воронкова мощным ударом из шестой зоны по пятой. Выигрывает 16-е очко. Второй технический тайм-аут. 16-13. Немного оторвались волейболистки. Хотелось бы, конечно, послушать, о чем сейчас говорят тренеры. Они через блок прямые удары практически пробить не могут. У нас падает всякая ерунда. Поэтому ближе играем трехметронный. Ближе. Это основная задача. При этом шестая зона, шестая зона, сумма на длину. Доку от 10-10 штук. Все поняли? Мы слышали, да, установку тренера. Так и есть. Все нестандартные мячи, которые отскакивали от блока, были выиграны командой Заречья. Попросил он своих игроков играть ближе к площадке, так скажем, глубже играть. Потому что мячи до задней линии просто не долетают. Счет 16-13. Наталья Малых отправляется подавать номер 8 команды Заречья. Первая атака по ходу. И атака в аут. Да, и она не получается. 17-13. Наталья Малых меняет место на подаче. Подает из пятой зоны по пятой. Забег за головой. И Екатерина Полякова. Первый темп Санкт-Петербурга. 14-й номер. Зарабатывает 14-й очко. На передней линии сейчас Ольга Ефимова связующая. Два нападающих на переднюю линию Заречья. Сразу же передача за голову. Так называемый пас. И Екатерина Ефимова забивает. 10-й номер. Центральный игрок забивает. И зарабатывает 18-й очко. Марина Деброва на подаче. Пока много играет первым темпом. Посмотрим, что будет дальше. Но на данный момент и одна, и вторая команда очень много играет первым темпом. И очень много играет именно за бег. То есть и те, и другие активно используют комбинацию фаст. Забегание за голову центрального нападающего. И опять кубинка на подаче. Номер 9. Сантос Олегне. Напомню, что эта волейболистка подает в прыжке. Очень сильно акцентированно бьется ничью. Вот мы видим. Подача сильная, но вау. Екатерина Ефимова выходит на подачу. Номер 10. 19-14. 19-15, прошу прощения. И Ленинградка берет тайм-аут. Убираешь, что будет удобно, то убираешь. Если сорванный прием, Сима широкий. Сима широкий. Но если это будет из глубины, отдаешь пятую зону. Сима, поняла? Если из глубины, то ликует у нас пятую зону. Убираешь прием, но кутили это нормально. Ну, были и слышали, да? На разных языках Александр Кашин пытался объясняться своими волейболистками. Сейчас дал достаточно конкретные и четкие указания. В Казани, между тем, второй технический тайм-аут. Также подошел к концу. 16-13. Впереди Динамо Казань. И атака по линии, и атака в аут. 20-15 за счет ошибок ленинградских волейболисток. Команда Заречья немного оторвалась на пять очков. Да, практически без усилий. Заречья сейчас отрывается за счет именно ошибок Санкт-Петербурга. Хороший прием. Опять атака первым темпом. Берегли там Полякову и Екатерину в волейболистке Заречья. Ирина Варанкова ставит блок. Как мы видим, на игрока первого темпа оставляет крайнего с игроком первого темпа. И сразу уходит в четвертую зону блокировать итальянскую волейболистку. Но ведь даже это не помогло. Очень хорошая атака. Быстрая, резкая. Не успели перенести руки. И счет 16-21. На подаче Екатерина Полякова номер 14. Мяч касается троса. Меняет свое направление. Сложная для игроков. Сложная передача. Ирина Варанкова на треном блоке 22-16. Зарабатывает 22-ое очко. Ольга Ефимова отправляется подавать связующий игрок. Заречья. Не получается прием. Да, сбитый прием. Сейчас нужно довести идеально. И в зону играет Ирина Петисова. Напомним, Ирина является игроком национальной сборной России. Свои 20 лет. И отлично ударилась сейчас. Хорошая передача. По высоте и по скорости. Что помогло и обвести одиночный блок. 23-16. Вот нестандартные мячи. Очень сложно. Очень сложно их тренировать. Поэтому очень часто получается так, что вроде удар несложный. А нестандартный отскок очень тяжело играется. Сейчас в принципе была ситуация достаточно нестандартная. Поскольку два нападающих было на передней линии у Ленинградки. И атаковала сейчас с пятой зоны задней линии кубинская нападающая «Сантос». В общем-то, такой имитацию. Атаки с четвертой зоны сейчас произвели волейболисты из Санкт-Петербурга. И это привело к успеху. Ну а сейчас 24-й очко и первый сутбол в этой партии зарабатывает волейболистский заречь Ирина Воронкова. Подача в прыжке. Сбитый прием. Высокая передача. Ябманом скидкой выигрывает 18-й очко. 18-24. И Риньери идет подавать капитан команды Санкт-Петербургской Ленинградки. Не успевает подстраховать отскок от блока после удара Натальи Малых. 19-24. Риньери продолжает подавать. Нужно сейчас обеспечить хороший прием, чтобы была возможность сыграть первым темпом. Но, к сожалению, приема не было. Доигровка из Санкт-Петербурга. И 20-24. Петрова приносит очередное очко в команде. Попадает в площадку. Вторая атака. Волейболистский был вход. В этот раз точно. И Вадим Панков вынужден взять тайм-аут. Все, надо принять. Любая снимается. Любая абсолютно. Любая зона. Все, поехали. Давай. Давай. Поехали. Вы слышали, Вадим Анатольевич сказал, что любая может сниматься. То есть четкой установки связующего, на кого играть не было. Поэтому все три нападающих, находящихся на передней линии, могут атаковать. И посмотрим. Мое мнение нужно давать сейчас. Обеспечить максимально четкий прием. К сожалению, мяч проваливается у Романенко. 21-24. Похоже, рано расслабилась команда Заречья. Ждут ошибки соперника, но соперник не намерен ошибаться. Риньери продолжает подавать. 21-24. И первым темпом Ирина Фетисова приносит 25-й очко. А с ней победу в первом сете. 25-21. Заречья впереди. 1-0. В Казани счет 19-17. Концовка первой партии. 19-18 уже впереди. Динамо-Казань. Закончился первый сет. 25-21. Петр, какие впечатления по первой партии? Команды провели разведку боем. Пока на один шаг впереди Заречья. Какие мысли? Ну, Заречья поменьше ошибалась. За счет этого создали себе отрыв. И даже несмотря на то, что проиграли 4 сетбола за счета 24-17. Все равно смогли выиграть. Запаса хватило. Как будет дальше, посмотрим. Но мое мнение, нужно закрывать все-таки Петровой линию. Потому как сейчас принесут статистику. Я уверен, что она, наверное, больше всех очков набрала за первую партию в своей команде. И нужно нейтрализовать сильнейшего нападающего. Поэтому, думаю, что сейчас произведется корректировка. Пока смотрим, как атаковали игроки Заречья в первой партии. Забег. Атака из четвертой зоны Дибровой. И вот этот пайп в исполнении Ирины Воронковой. Вот хорошая комбинация в исполнении Ленинградки. Хорошая игра в защите Аллы Галеевой. Посмотрите. Не успели подстраховать. Да, грехами в блоке воспользовались. И вот отличная атака Ирины Фетисовой. Хорошие моменты. Несмотря на то, что игра вязкая, моментов хороших достаточно. Ну вот принесли статистику. Что можно сказать по статистике? Петрова, как я и говорил, принесла больше всех очков. Десять раз она атаковала. Шесть очков она заработала. Один раз ошиблась ударом в аут. Мы это видели. Три очка принесла Риньери. Два очка принесла Сантос. И одно очко на счету Полякова Екатерина. Взоречье поровнее играет. Четыре очка Малых. Три очка у Ефимовой. Пять очков у Кисовой. Пять очков у Воронковой. И по очку у Дипровой и у Ефимовой Ольги. Посмотрим, что будет дальше. В графе ошибки. Можно отметить, что в атаке два раза ошиблась команда из Подмосковья. И четыре раза команда Ленинградки. Поэтому и хватило того запаса, чтобы даже уступая четыре очка подряд, все равно выиграть первый сет. А тем временем команды вышли на вторую партию. Смотрим, есть ли изменения. Нет. Изменений нет. Все те же играют. Играют все те же. И на подаче номер 16 Санкт-Петербурга. Не помнящих Наталья. 0-0. Вторая партия. Воронкова на приеме. Отличная передача одной рукой. В исполнении Ольги Ефимова и Фикисова на одиночном блоке забивает площадку. 1-0. Ирина Фикисова вышла на подачу. Номер 13. Прекрасная сейчас атака была, да? Хотя и одной рукой пасывала. Ольга Ефимова, но очень точно. Очень сложный для исполнения элемент передача одной рукой. Потому что очень часто судьи оценивают как ошибку. Но вот сейчас забегание сыграло Риньери и попало в одиночный блок. Марина Деброва, 2-0. Заречья впереди. Продолжает подавать в кубинскую волейболистку. Одинцовские игроки. А Клаудио Риньери делает свое дело. Какой процент атака у этой волейболистки, Петр? По-моему, она очень неплохо в атаке сыграла в первой партии. 2-1. Риньери 43%. Как я и говорил, Петрова 60%. Из 10 передач она 6 забила. Хорошая, очень хорошая темповая передача. В 2. В дальнюю сторону. С прямых рук Ольга Ефимова сейчас прекрасно распорядилась этим мячом. И как результат Наталья Бовыкина на одном блоке. Очень спокойно разобрала. Наталья Малык. Бовыкина, к сожалению, сегодня не участвует. Да, Анастасия Бовыкина сейчас как зритель. Лечится. Небольшая травма. Будем надеяться, что она восстановится к следующим играм. Пожелаем ей скорейшего выздоровления. Смягчает блок Заречья. И Марина Деброва опять же отыгрывается от блока. Ей дают повторную передачу с одиночным блоком. Борьба над сеткой. Спорная ситуация. Мяч остается у Заречья. 4-1. Наталья Малык подает. Номер 8. Тройной блок у Заречья. Здесь будет доигровка. Нет, мяч пьет на стороне Ленинградки. Опять атака с четвертой зоны. И теперь доигровка у Заречья с четвертой зоны. Марина Деброва по линии. Почувствовали, по-моему, свою игру подмосковные волейболистки. Набирают ход. По ходу матча счет уже 5-1. 5-1 впереди Одинцова. В Казани 24-24. Упорная концовка между казанским и московским «Динамо». Принципиальный матч принципиальных соперников. Двойной блок останавливает Петрову. 6-1 и вынужден взять тайм-аут тренер Санкт-Петербурга. Провалили начало волейболистки Санкт-Петербурга сейчас. Волейболистки Ленинградки. Как результат перерыв. Что касается передачи одной рукой, хотелось бы продолжить тему, потому что очень редко, к сожалению, в женском волейболе используется. В мужском волейболе гораздо чаще этот прием используется, когда мяч очень высоко перелетает над сеткой. Его можно достать только одной рукой. И, к сожалению, девушку редко им пользуются, потому что рискованный такой элемент, но очень эффектно смотрится. Малыш продолжает подавать. 6-1. Переходящий мяч. И грамотно Марина Диброва выигрывает очко. 7-1. 7-1 и подает Наталья Малы к подаче направленной в Либеро команды. 15-й номер. Сейчас вот более-менее нормальный прием получился. У Кашиной Марии. Розыгрыш, доигровка. У Ленинградки там не ждала передачи совсем Сантос. Атака из четвертой зоны. Сантос на дворном блоке успевает Екатерина Ефимова. Очень хорошо. Сейчас выбрала место Ольга Ефимова. Пристроилась к ней Екатерина. Двойной блок остановил атаку Кубинки. 8-1. Впереди Заречья. Простите. Первый технический тайм-аут. Послушаем, что сейчас говорят тренеры. Понятно, что Заречья сейчас. Там ставит Петрова. Здесь связка. Вот здесь ставит Петрова. Связка здесь. Вот здесь тренер играет. Образуется угол. Вот сюда бьем. Шестую зону. Поменяли, да? Хорошо. Поехали. Очень четкий разбор сейчас от Вадима Банкова. Указал он пустое место на площадке, куда сдвигаются защитники ленинградки. Настоящий полководец увидел Брест в оборонительных грядуках. Противника. И туда сейчас должны направляться атаки Одинцовских волейболисток. А в Казани закончилась первая партия. Матчи между Казанским Динамо и Московским Динамо. Счет 27-25. Впереди Динамо-Казань. 1-0. А у нас тем временем закончился первый технический тайм-аут во второй партии. 8-1. Впереди Заречья. И Наталья Малых готовится подавать. Атака первым темпом. Атака спереди первым темпом. Удачно. Татьяна Щукина сейчас нападала. Даже, наверное, не столько спереди, сколько получилась зона. А зона сложный элемент тоже для блокирования. Потому что нападающий идет в 3-4 метрах от связки. И получается, что как раз на стыке зоны конфликта, так называемого, блокирующих. Да. И кто за этот мяч отвечает. Не разобрались. И как следствие выиграло очко. Нападающиеся над Петербургом. А Диброва продолжает набирать очки с переходящими мячами. А на подачу выходила у Ленинградки. Также в прыжке подавала Эляна Мерлина. Хорошая подача. Справились. Малиболийские Заречья. И уже теперь Марина Диброва подает. Вот номер 15. Не успели добежать до мяча волейболистки Заречья. И на подачу выходит Екатерина Петрова номер 7. Седьмой номер Екатерина Петрова. Диагональный игрок команды. Лидер атак Ленинградки в первой партии. Хорошая подача. Острая, нацеленная на Марину Диброву. А Ирина Воронкова. Прекрасный перевод по линии. Сложный был мяч. Сложная передача из глубины. Практически из аута за шестой доной глубоко. Доводили мяч Ирине Воронковой. И прекрасный перевод по первой зоне. В обо двойного блока. Екатерина Ефимова подает. Центральный игрок. До речи. Подача его, к сожалению, целилась в Сантос. Я так понимаю, Екатерина Ефимова в кубинку не попала. И Сантос отправляется на подачу. Кубинская нападающая Ленинградки. Сантос Альегне Янелис Ребекко. 1986 года. 182 см рост этой волейболистки. Не получилось от подачи. Поспешила, по-моему. Быстро подбросила. С комками разбежалась. И как результат удар в центр сетки. 11-4. 11-4. Впереди заречья. Ольга Ефимова подает. Связующий игрок. Первый номер. Хорошая подача. Не будет первого темпа. Снизу пасует связующая Ленинградки. Криньери на двойном блоке. Коса 4 по 4. Марина Деброва. Отличная атака. Под самую боковую линию. Главное, чтобы сейчас заречья не успокаивалась. Потому как счет позволяет вроде бы расслабиться. Но Санкт-Петербург такая команда, которая успокоит. И потом заберет свои очки. А потом не соберешься с ними. Сейчас заречья действительно контролирует полностью ход матча. Ну, я думаю, что Вадим Анатольевич Панков не позволит своим подопечным расслабиться. Не разобрались блокирующие, что мяч после их блокирования сыгран в защите. И его можно было попытаться сыграть. А в Ленинградке замена. На площадку вернулась Татьяна Щукина. Дочь прославленного прошлого волейболиста Сергея Щукина. Которая выступала за самотлор Нижнего Адреса. Прекрасно. Прекрасная атака. У нас хорошо сыграла в защите Купинка. Девятый номер Сантос. Тем не менее, очень красивая атака. Вход в зону. Шла сейчас Ирина Федисова на зону. Потом одним, вот мы видим, одним прыжком. Ушла от блокирующей. Так называемый козел. Так это называется эта комбинация. И осталось без блока. Сейчас мяч ушел в аут. Нет, мяч попал в площадку. Да, извините, мяч попал в площадку. Мяч попал в площадку. 7-12. То, о чем я говорю, сейчас не дай бог расслабится. Команда из-за речья. Потом будет очень сложно собираться заново. Отличный удар малых. Мяч улетает. В зале целую линию. И 13-7. Ирина Воронкова идет подавать. Посмотрим, будет ли она продолжать подачу в прыжке. Да, решила подавать в прыжке. И мяч, к сожалению, попадает в аут. Наталья Непомнящих номер 16. В Петербург не подает. Нестандартно сыграл сейчас Сульга Ефимова. Криньере на двойном блоке. Очень технично. Пол прыжка практически одной кистью переводит мяч в крайнюю руку. В крайнюю руку блокирующих по линии. Опытный игрок, да? И опытный перевод классический. Перевод по линии. Использует огрехи плохо, чтобы набирать очки. Тут же идет сбой на приеме. Татьяна Щукина. Снизу на Петрову. Петрова опять искала линию. Мы уже закрыли наглухо волейболистки Одинцова. В частности, Марина Деброва крайне сейчас ставила блок. Была плотно очень закрыта линия. И не получилась атака у седьмого номера Петровой. Из Санкт-Петербурга. Ирина Фетисова подает. Атака в двойку на реньере. Тита опять за счет своего опыта и за счет своей великолепной кисти отыгрывается от блока и выигрывает очередное очко. Я думаю, что в этой партии она будет, наверное, лучше по показателям, нежели Петрова. Потому что на данный момент она уже очка четыре заработала. Только середина партии. Касание блока, касание сетки блоком находит следья. Сейчас заметил, Егор, шли два первых темпа. Да, сейчас быстро очень. Один впереди, один сзади. И было тяжело. Блокирующим разобраться, с кем все-таки прыгать. Потому что Ефимова могла паснуть и одной, и второй пасующей. Все побежали. И плюс еще была атакующая четвертая зона. Тоже довольно темповая передача. Всегда приятно смотреть, когда команды играют в такой темповой комбинационный волейбол. Очередной блок Ефимовой. Второй технический тайм-аут. 16-10. В отличие от итальянской волейболистки, Сантос пытается пролезть за счет силовой атаки. Не всегда это у нее получается. Хотя, должен отметить, бьет она очень сильно. Обстречи произошла замена. Сейчас 16-й номер Веры Серебряникова вышла на площадку места у Ефимовой. В хорошем настроении прибывает волейболистки Одинцова. 16-10. Контролируют они ход второй партии. Вадим Панков дает указания последней. Вере Серебряниковой, связующему игроку Одинцова. Готовы команды выйти на площадку. В следующем туре, который состоится 23 февраля, состоятся такие матчи Уралочка. У себя дома в Екатеринбурге примет Автодор Метар. А Мичка в Омске примет Динамо Казань. Ленинградка в Санкт-Петербурге сыграет с Воронежем. Протом в Саратове примет Заречье Одинцово. И Динамо Москва 24 февраля, не 23, а 24 февраля. В Москве будет играть с командой Динамо из Краснодара. 11-16 на подаче Татьяны Щукина. Номер третий. Хорошая подача. И выигрывает очко Татьяна. Атака первым темпом. Екатерина Ефимова. Мяч был немного высот. Быстро прибежала Екатерина. Пришлось немного, скажем так, повисеть. Зависла эта волейболистка. И точным кистевым ударом в ботблоке по линии заработала 17 очко. Что называется, за сильный удар два очка не дают. Шелкнула кистью. Пронесла очко. И Лада Дергачева вышла на подачу вместо Марины Гибровой. Номинальный игрок. Полевой. На самом деле, это третий игрок Либера команды. Умеет хорошо подавать и отлично защищаться. Для чего и вышла на площадку. Да, подготовленная замена. В каждом матче регулярно Вадим Панков использует эту волейболистку в этой роли. Мы видим успешно. 18-12 продолжает набирать очки за речи. 18-12 после атаки пайпом Натальи Малых. И уже перерыв вынужден взять Александр Кашин. 18-12 впереди за речи. Вторая партия. Счет 1-0. За речи Ленинград. Третья зона. Идет на голову. Идет на голову. Игра этого короткого в пою. Это первое. Если нет того, то скорее всего, то тогда мы показываем два и отдаем четвертую, только ноги доверни. Отдаем четвертую. Должна забить. Поехали. Давай! Вы все сами слышали. В отличие от Вадима Анатольевича Панкова, здесь довольно четкие указания по тому моменту, как нужно сняться сейчас. Показать одно, сделать другое. Если у Панкова все три игрока были готовы и должны были атаковать. Здесь один игрок выполняет роль отвлекающего, блокирующих соперника. Передача же следует другому. Дергачева подает. Атака еще от этой зоны Сантос. Неудобно, неудачно, скажем так, сыграла Алла Галеева. Мяч на неудобной для него высоте пролетал из-за блока. Мяч коснулся блока, да, изменил траекторию. И в последний момент прошел выше волейболистки, поэтому не удалось себе обработать мяч. Екатерина Петрова, седьмой номер. Денградский подает. Атака получилась без блока. Переход средней линии. Переход средней линии у Веры Серебряниковой. Отличная была передача. Высокий сердечный мяч. Вверху обработала Вера мяч. Отдала хорошую передачу, но при приземлении, видимо, заступила на сторону противника. Очередное очко зарабатывают блокирующие в Енинградке. Первой партии. Блоком было заработано два очка в Санкт-Петербурге и одно очко команды Заречья. А на площадку вернулась в Заречья Ольга Ефимова номер один. Посмотрим, что она сейчас придумает, каким образом будут сниматься, потому что вплотную приближаются игроки команды. Ленинградский счет теперь уже 19-14. Разница была 7 очков, потом 3, сейчас вот 4, то есть довольно так ровно идет игра. По 2-3 очка кто одна, то другая команда набирает подряд. 19-15 и на подаче Екатерина Ефимова номер 10. Подает в сетку. Замена команде Ленинградка выходит 10-й номер Звягина Алина. Поменяла она Сантос 9-й номер выходит на подачу и будет сразу же подавать. Алина Звягина центральный игрок. Я думаю, дают просто немножко Сантос передохнуть. Плюс наверняка хорошая подача, что мы видим, да. И неплохо играет в защите. Я хорошо выбрал место Звягина. Доигровка от Ирина Киписова не забивает. А Клауди Реньери тоже не забивает. Из 4 по 4 бьет. Достают игроки обеих команд сложнейшие мячи. Самоотверженная игра в защите. Атака первым темпом. И 14-й номер Полякова Екатерина. 14-й номер Ленинградки завершает этот длительный розыгрыш. Атака и фас за головой 17-19. 17-19. И очередная замена Заречья. Вместо Ирины Воронковой выходит Ангелина Спирскайте. Молодая подрастающая скажем так смена Одинцовского волейбола. Ангелина Ангелина Спирскайте является капитаном молодежной сборной России. Не получается подача у Звягина и сразу же обратная замена. Видимо действительно на подачу выходила эта волейболистка. 10-й номер Звягина возвращает Александр Кашин свою основную нападающую Сантос на прием. Подавать будет только Ефимова. 20-17 впереди Заречья. И тут же в Сантос летит подача. Сбитый прием. И касание в защите Ангелина Спирскайте 18-20 на подачу отправляется номер 14 Екатерина Полякова. Заречья на передней линии Спирскайте Фитисова и Малых. Чужой мяч сейчас фиксируют судьи. Мяч был по мнению судей на стороне Санкт-Петербурга на стороне Заречья и атака была именно со стороны Заречья в проекции сетки. 21-18 Мы видим сейчас спорный мяч показывают не согласны не согласны волейболисты Санкт-Петербурга и игроки и тренеры апеллируют к судям но судья неумолимы 21-18 Чтобы не возникало таких ситуаций нужно как мне кажется гораздо раньше и быстрее сбивать этот мяч чтобы не было возможности у судьи определить где он находится либо атаковать в игрока выходящего с задней линии то есть связующего чтобы было было блокирование игроком в задней линии и соответственно очко отдали бы тебе атак сберскает и на подаче подает в сетку к сожалению и 19-21 как и предполагал усыпили игроки Санкт-Петербурга одинцовских волейболисток и подкрались практически на цепочку отличная передача опять одной рукой честно говоря приятно я удивлен как Ольга Ефимова умеет справляться с этим довольно непростым элементом хорошо мягко самое главное точно без ошибки 22-19 Ирина Фетисова подает не будет первого темпа Клава Дериньери со второй зоны не попадает Нужно держать подачу нужно держать подачу потому что концовка сейчас Петрова Шикина Ириньери впереди на передней линии вот опять очередной неточный прием сейчас надо просто играть четко самим не ошибаться есть возможно доигровки Марина Деброва отлично отыгрывается отблока не разобрались сейчас Наталья Малых Ольга Ефимова отлично играет Спирскайте но опять атака Петровой и на этот раз она добивает до пола Петрова в этой партии по-моему ни разу еще в линию не ударила у нее как-то вторая партия но ей линию прикрыли она пыталась ударить в линию попала в Деброву один раз и видимо решила что нужно атаковать по ходу сейчас принесу статистику посмотрим но мне кажется что хуже чем в первой партии по крайней мере у нее также технично на скорости Наталья Малых обыгрывает блок используя преж блокирование 24-20 сетбол команды Заречья Малых Малых отправляется подавать 25-20 переходящий мяч Екатерина Ефимова забивает 2-0 впереди команда из Подмосковья 2-0 2-0 в турнир в турнирной таблице чемпионата России выглядит на сегодняшний момент следующим образом лидирует на первом месте Динамо Казань 39 очков у команды из Татарстана на втором месте команда Динамо Москва 34 очка 3-е место у Краснодара Динамо Краснодар 31 очко Амичка Омская область 4-е место 29 очков Заречья Одинцова на пятом месте 27 очков на шестом месте Уралочка Екатеринбург 15 очков обратите внимание какой разрыв между пятым и шестым местом Заречья 27 очков Уралочки 15 очков Протон 13 очков на седьмом месте Челябинск 11 очков На восьмом месте Ленинградка на девятом месте 6 очков Воронеж замыкает турнирную таблицу в активе этой команды 5 очков Так вот расположились без учетов сегодняшних результатов команды турнирной таблицы Естественно что в пике ты постучишь когда идеально на воприк и проходишь туда и держишь чтобы она была на другую один ряд Никаких сложных мячей стараешься ездить высовать а потом не мячей отдаешь сюда Вот принесли статистику во второй партии Как я и говорил Петрова гораздо хуже сыграла вторую партию нежели первую добыла всего одно очко из 7 атак два раза ударила в блок остальное оставила в игре но тут нужно сказать что команда за речи добавила в блокирование если в первой партии у команды за речи был всего один результативный блок то во второй целых 5 а у команды из Санкт-Петербурга один результативный блок во второй партии то есть они стали блокировать хуже а за речи добавила в этом элементе как я и говорил Вадим Анатольевич внес коррективы по блокированию Петровой которую полностью ну почти полностью нейтрализовали нейтрализовали блокирующие из заречья из 7 напомню атак она реализовала одно у Щукиной из 3 атак забито 2 очка из 11 атак реньере 4 результативные и у Сантос из 10 и 3 общий процент в атаке во второй партии у команды из Санкт-Петербурга 34 процента у заречья одинцова 57 цифры говорят сами за себя поэтому и прием лучше 53 21 у заречья из 35 и 20 у Санкт-Петербурга поэтому смотрим третью партию 0-0 и первая же атака Татьяны Щукиной забег за голову атака в аут 1-0 заречья впереди и Ольга Ефимова продолжает подавать А самая результативная во второй партии у команды заречья как ни странно игрок первого темпа Екатерина Ефимова 7 очков а у Ленинградки а у Ленинградки реньери реньери 4 да и Марина Деброва которая набрала 6 при том что 2 очка на блоке у нее атака со второй зоны Ирина Воронкова приносит здоровое очко за речью и Ирина отправляется подавать из тех же прежних состава начали команду третью партию взамен тренеры не делали в перерыве мощно высоко атакует Сантос в руки крайний блокирующий третьим блокирующим сейчас пристраивалась Деброва стараются одинцовские волейболистки по возможности ставить три блока вот мы видим пристраиваться сейчас Деброва не получилось смягчить этот мяч как нужно и 2-2 Ириниери подает подает Деброва не разобрались сейчас Екатерина Романенко и Марина Деброва в такой ситуации мне кажется проще было бы принимать Марине сверху Екатерина Романенко пытается периодически принимать сверху но это по-моему единственный волейболист кто старается принимать сверху в России и на мой взгляд это женскому волейболу женскому волейболу хоть и не свойственно но мне кажется все-таки прием прием сверху облегчил бы жизнь несомненно несомненно но этому надо обучать я сталкиваюсь по своему роду деятельности с тем что девушки приходящие в молодежные команды не умеют принимать сверху по причине того что их просто этому не обучают в спортшколах вообще с чем это связано либо тренер который хочет кого-то научить игре в волейбол сам не обладает нужными скажем так исходными данными чтобы научить игрока принимать сверху либо просто игроки боятся но мне кажется что не хватает просто педагогов которые могли бы этому обучать на уровне детских юношеских спортивных школ потому что все идет оттуда и очень сложно игрока который не умеет принимать сверху начать переучивать и учить принимать сверху это довольно сложная и кропотливая работа тем временем Малых приносит пятое очко 5-4 хорошая подача чистый эйс в исполнении Натальи Малых мое мнение что прием сверху облегчил бы жизнь самим принимающим гораздо потому что безусловно я об этом потому что в женском волейболе нет таких убойных подач в прыжке как мужском да чтобы все принимать снизу а это было бы гораздо проще мне кажется вот и надо над этим работать 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 главное чтобы правила опять не поменяли не запретили принимать сверху потому что сейчас готовят поправку к правилам не знаю когда она вступит в силу эта поправка что касание сетки опять будет как и раньше по всему считаться ошибкой да по всему периметру сетки ошибки сейчас только верхние 5 сантиметров верхнего троса считается касанием если вы коснулись то готовится опять изменение в правилах когда любое касание сетки будет считаться ошибкой хороший прием сейчас не получилось не разобрались по темпу хотя задумка была неплохая убежала за голову Екатерина Ефимова и Наталья Малы должна была остаться как минимум на одном блоке у Одинцова но не разобрались по ситуации сейчас нападающая со своей связующей и счет 6-6 третья партия 2-0 впереди Заречья третья партия 6-6 подает Сантос опять хороший прием и не получилась скидка у Ольги Ефимовой и сразу же замена Вадим Панков убирает свою заигравшуюся связку Ольгу Ефимову выпускает Веру Серебряникову 16-й номер на передней линии сейчас Вера два нападающих у нее на передней линии и продолжает подавать очень мощно сильно Сантос есть возможность для доигровки на двойном блоке Петрова передача на малых трос мяч попадает в трос в 7-6 в команде Санкт-Петербурга произошла замена вместо Петровой вышла Виктория Червова номер 17 и первый технический тайм-аут 8-6 впереди команда Ленинградка Червова начинала этот сезон в Уралочке Девочка центральная когда малых попадает в место выбирайте чтобы она к вам пристраивает не крайне вы видите выбирайте пускай широкий мяч пожалуйста сейчас Перемькова вышла вверх против нее четко ничего скинуть не могла она в основном почти не будет убивать подъехнив его поехали есть много вариантов блокирования вот сейчас вы слышали один из них когда не центральный игрок блокирующий пристраивается к крайнему а наоборот то есть центральный выбирает место а крайний пристраивается к центральному вот сейчас именно так пытаются бороться с атаками Натали Малых игроки из Санкт-Петербурга посмотрим принесет ли это свои плоды а Сантос продолжает подавать достают в защите и Реньери хочет сыграть технично и хитро но не попадает в площадку тонко пыталась сыграть Клаудия Ренери не получилась у нее эта атака 7-8 Ангелина спирскает и вновь уходит на площадку на подачу вместо Марины Дебровой в Казани завершилась вторая партия 25-17 с таким счетом Динамо Москва побеждает во второй партии Динамо Казань и счет становится 1-1 очередной удачный блок Екатерины Ефимовой счет сравнивается 8-8 спирскает и продолжает подавать на передней линии у Санкт-Петербурга связующий игрок то есть два нападающих номер 17 Черова и номер 14 Полякова но Лина подает два к сожалению остается она на площадке не убирает свою молодую волейболистку Вадим Панков выход из шестой зоны у Заречья три нападающих нет извините выход из третьей зоны два нападающих на передней линии у Заречья тут же ошибается на приеме Ангелина спирскает и пропускаем мяч в площадку 10 8 сейчас хорошо принимает и отличная атака в исполнении Екатерины Ефимовой за головой 9 10 до самой антенны вертикально поднялась вверх Екатерина и мы видим мяч на коротке быстро косо практически в 3 метра атаковала сама же Екатерина будет подавать 10 9-10 впереди Ленинградка достава достала сейчас мяч Ирина Воронкова но не смогли ее товарищи по команде подруги по команде этот мяч перевести на сторону Ленинградки 11-9 Екатерина Полякова подает номер 14 немного мне кажется успокоились игроки заречья но рановато очень хитрая атака в исполнении Ирины Фетисовой первым темпом обман в четвертую зону на двойном блоке не успела после подачи занять нужную позицию для того чтобы сыграть в защите Екатерина Полякова и мяч упал в площадку 10-11 на подачи Вера Серебряникова подает в Лениере идеально принимает и атакует из четвертой зоны 12-10 Впереди Ленинградка не удается пока заречью сломить ситуацию в третьей партии Наталья Непомничек связующий игрок Ленинградки подает Ирина Воронкова со второй зоны достает защиту мяч в Риболевске и скидка от Лениере ждала ее Романенко передача на Воронкову 11-12 мощная атака из второй по второй так называемый с два по два не смогли обработать этот мяч мяч попал в площадку и Воронкова отправляется подавать 11-12 подает подает ваут по линии хорошо летела подача но не попала Ирина Ириньери подает 13-11 по-прежнему вот эти два очка разница между командами достает Лениере от малых не помнящих пасует Червова и та скидывает между неразобравшимися игроками Сперскайте и Романенко тренер возвращает Вадим Анатольевич Панков возвращает Ефимову обратно связующего игрока не сработала эта замена не удалось Вере Серебрянниковой сломить изменить ситуацию на площадке Ему нужно вернуть связующую начинавшую и игравшую первые две партии Ольгу Ефимову Вадим Панков Ирина Фетисова подает 12-14 такой счет третьей партии не будет первого темпа снизу пасует Фетисова отлично играет в защите не хватает мне кажется высоты очень торопится пасовать Ольге Ефимову Наталье Малык забывая о том что скорость это быстрая передача она не всегда должна быть низкой уже который раз она ускоряет передачу забывает что нужно дать немного больше высоты чтобы Наталья могла раскрыться и атаковать да и потом ситуации разные бывают не всегда с плохой доводки можно и нужно играть быстро играть быстро в первую очередь наверное нужно для того чтобы по скорости обыграть блокирующих когда уже ждут серегов лидера атак там может быть просто нужно дать повыше отличный двойной блок в исполнении Сперскайта Ефимова счет сравнивается 14-14 оживились немного болельщики да в Сперскайты попадает Сантос хорошо выбрано место было Сантос в своей манере мощно атакует но грамотно перенесенные руки и счет 14-14 не забьем хорошо дальше не надо голосовать на сет отведенный Вика и Робочка все тебе давай давай эй неудобный мяч конечно ну сговорим зачем проигранный мяч лишний зачем все сказано Ирина Фетисова на подаче 14-14 третья партия матча за речью Одинцова Ленинградка Санкт-Петербург подает в Червову выбитый прием перебрасывается мяч двумя руками и Сперскайта атакует на одиночном блоке попадая в площадку 15-14 Отличная атака Сперскайта да на одном блоке вот мы видим удачно вернулась на площадку Ольги Ефимова связи возвращаются утерянные между связующие и нападающими и вот уже 15-14 впереди за речи очередной неточный прием в исполнении Мани такая такое игровое имя Либера 15-го номера из Ленинградки и 16-14 второй технический тайм-аут впереди за речи Одинцова я вам немного расскажу в этом перерыве уважаемые зрители об истории команды из Санкт-Петербурга команда была создана в 1935 году при добровольном спортивном обществе Спартак за годы существования команда Городки понятен? сейчас Городки должна принять идеально доставить подачу мячу на половину простой накат в чем проблема не понимаю примите вдвоем поехали за годы существования команда из Санкт-Петербурга дважды меняла свое название с 1935 по 1977 год команда называлась Спартак Ленинград с 1978 по 2003 ТТУ Ленинград и соответственно ТТУ Санкт-Петербург 2003 года команда носит настоящее название Ленинградка в 1939 году дебютировал Спартак в чемпионате СССР в чемпионате Советского Союза команда сыграла 43 сезона в чемпионате России выступая с 1992 года финалист розыгрыша кубка обладатели кубков европейских стран 1981-1991 года серебряный призер чемпионатов СССР 48-го 50-го 61-го 80-го года бронзовый призер чемпионатов СССР 45-го 46-го 49-го 51-го 54-го 55-го 57-го года обладатель кубка СССР 76-го 77-го года лучший результат в чемпионатах России 5-е место 93-й и 2008-й год финалист кубка России 2001-й год 2004-й бронзовый призер 2008-й финал 4-х достаточно скажем так титулованная команда со своей очень хорошей и давней историей команда из Ленинграда Ленинград из Санкт-Петербурга простите этот город по праву можно назвать волейбольным он славен своими традициями и в свое время автомобилисты Санкт-Петербурга возглавляемый великим Вячеславом Алексеевичем Платоном он блистал в Европе и в СССР сейчас волейбол в Санкт-Петербурге представлен Ленинградкой в Суперлиге играет женская команда и команда Динамо Ленобласть мужская команда высшей лиги а лидер сейчас высшей лиги а среди мужчин возвращаемся на площадку 17-16 впереди Заречи подает Сантос и быстрая очень острая атака первого темпа Мефимова не получается она чуть-чуть ваут уходит мяч 17-17 хорошая подача Сантос можно справиться сейчас с приемом говорили уже что у нее техника очень похожа на мужскую приближена к мужской я думаю что сила и подача и атаки также приближена к мужскому волейболу вот она сейчас выигрывает очко 18-17 впереди команда из Санкт-Петербурга Лороккова принимает Испирскайте от рук отыгрывается по линии блок-аут 19-18 а нет извините 18-18 ошибся Испирскайте идет подавать В Казани второй технический тайм-аут в третьей партии 16-9 впереди Динамо Казань напомню вам что там параллельно проходит в Казани матч между командами Динамо Казань Динамо Москва 1-1 по партиям и в третьей партии 16-9 впереди Динамо Казань не получилось податься сейчас у Ангелины Сверска это мяч ушел в аут 19-18 будет подавать Чирова Виктория я уже говорил этот игрок начинал сезон в Уралочке в Екатеринбурге и в результате обмена был переведен в Ленинградку сейчас представляет цвета Ленинградки и Санкт-Петербурга небольшое тренерское совещание был видеопросмотр не согласен Панков да я так понимаю да запросил видео запросил повтор мяч в ауте как и было показано судьями 19-18 впереди команда из Санкт-Петербурга на подаче Виктория Чирова не справляется с приемом игроки за речи мяч на стороне санкт-петербургских волейболистов сейчас отлично в защите играет каждая из команд мяч довольно долго держится и вот опять Ирина Воронкова в излюбленной своей манере отпрыгивая назад атакует с 4 по 4 забивая мяч в площадку 19-е очко Екатерина Ефимова идет подавать номер 10 вернулась на площадку Марина Деброва Ангелина Спирскает и покинула площадку у Заречья касание сетки фиксирует второй судья у связующей Санкт-Петербурга не помнящих Натальи 20-19 и вот потихонечку в концовке третьей партии вперед начинают ворваться волейболистский Заречья Ефимова Екатерина подает центральный игрок хороший прием Клауди Ренири на двойном блоке Деброва достает в защите тяжелейший мяч пасует Ефимова на Воронкову попадает в обвод в обвод блока по линии очень тонко и точной Рениери нападает мяч попадает в площадку 20-20 Екатерина Полякова будет подавать концовка третьей партии атака первым темпом касания блока не было не попадает Ирина Фетисова в площадку 21-20 к сожалению то о чем я говорил усыпили подмосковных волейболисток игроки ленинградки и за счет этого начался град ошибок неподача атака вау не сыграли легкий мяч в защите вот уже впереди ленинградка спокоен Вадим Анатольевич Танков диаметрально противоположное настроение у Александра Леонидовича Кашина очень хочет он и очень хотят игроки ленинградки выиграть эту партию 21-20 на подаче Полякова Екатерина подает в сетку нападать и сейчас терять Санкт-Петербург нельзя ни в коем случае посмотрим как подаст сейчас Ольга Ефимова именно она будет выполнять этот элемент у Заречи вот мы видим ее на ваших экранах Три нападающих темповая передача на Наталью и скидка на подачу 22-22 смягчают играет в защите хорошая передача вот сейчас была хорошая по скорости и по высоте мяч Ольги Ефимовой как раз мне кажется был очень вовремя и по месту обработан и Наталья Малых на одном блоке уверенно забивает 23-22 мяч в площадке 23-23 и на подачу вышла как раз капитан команды Симон Ореньери прием атака в двойку через трос все-таки Наталья Малых забивает 24-22 и первый матч гол 24-23 первый матч гол у Заречи Ирина Фетисова будет подавать в команде Ленинград Казамина в четвертую зону для атаки вышла Екатерина Петрова в два принимающих сейчас стоят игроки и Фетисова не подает подачу 24-24 равный счет в третьей партии на подачу выходит Татьяна Щукина мяч за мяч за мяч за просмотр будет просмотр просмотр берет Александр Кашин просмотр не согласен с решением судей мне показалось что мяч был в поле посмотрим какой вердикт сейчас вынесут судья судя потому что судья идет на сторону команды Заречья мяч в площадке 25-24 впереди команда Ленинград Киев Санкт-Петербурга и обратная замена на площадку возвращается Ирина Воронкова И второй тайм-аут берет Вадим Антонович Панков при счете 24-25 очень спокойно уверенно Вадим Панков себя ведет в этом важном очень важном для него перерыве в четвертой зоне закройте ход и проспите скидку со второй пожалуйста очень интересный много-много много-много очень интересный момент сейчас Вадим Панков обращал внимание своей связующей о том что при хорошем приеме заказать зону и сыграть с Натальей Малых двойки Александр Кашин как раз говорил о том чтобы закрыть при атаке с двойки Малых ходовое направление посмотрим как сейчас получится но сужущий сыграл первым темпом продолжается этот розыгрыш будет атака Натальи Малых Купинская волейболистка повезло сейчас повезло сейчас волейболисткам из Оречья не разобрались защитники Санкт-Петербургской Ленинградки на подачу Наталья Малых все равно 25-25 3 нападающих сейчас в Оренградке на передней линии атака из четвертой зоны не узкий мяч не получается передача у Ольги Ефимовой есть возможность еще раз атаковать и на этот раз запек за голову приносит 26-е очко команде из Подмосковья 26-25 второй матч второй матч у Заречья в этой партии теперь время Кашина взять тайм-аут посмотрим что будет сказано в тайм-ауте быстро-быстро идем с диким криком на голову Санте тоже кричит дай и Петра Ижпетрова они будут там будет один блок один блок тоже предельно четко посмотрим как будет выполнено мне кажется все-таки очень многое зависит от того как будет выполнена сейчас подача Натальи Малых если будет затруднение то соответственно все все установки будут забыты ну посмотрим 26-25 третья партия не получается прием атака на тронблоке у Петровой будет доигровка у Заречья Екатерина Ефимова и забивает забивает Екатерина Ефимова 27-й мяч 27-25 третью партию выигрывает команда Заречья и счет в матче становится 3-0 в пользу команды Заречья Заденцова поздравляем болельщиков команды Заречья спасибо за внимание Казани 2-1 закончилась третья партия 25-14 2-1 впереди Динамо Казань а мы с вами прощаемся всего доброго до новых встреч в комментаторском на комментаторском месте находились Петр Кобрин Егор Ноздрин всего доброго спасибо всего хорошего до свидания всего доброго субтитры Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok